Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Ничто не украшает так нашу жизнь, ничто не отвлекает от мрачных мыслей и каких-то неприятных событий, как цветы. Цветы нам дают радость, цветы нам дают хорошее настроение, цветы позволяют нам радоваться жизни, помня о том, что жизнь весьма разнообразна, и в ней есть, безусловно, очень светлые и очень приятные минуты. А особенно в темные времена нам никогда нельзя забывать обращаться к свету, для того, чтобы наши души не почернели, не скукожились, не насытились только злом и только ненавистью. Ни в коем случае нельзя поддаваться этим темным чувствам. Обязательно нужно все время обращаться к свету. И цветы – это действительно то прекрасное средство, которым мы можем избавляться и спасаться от всего плохого, что есть вокруг нас. Многие из цветов требуют внимания, начиная с самой ранней весны. Лишь стоит сойти немножечко снегу и пригреть солнцу, как мы уже видим, что многие из наших любимцев начинают пробиваться и начинают расти, прямо будучи под снегом, еще, казалось бы, совершенно в мерзлой земле. И вот такие цветы бывают очень и очень отзывчивы на уход, на раннее внимание, на ранние подкормки. Некоторые цветы, например, флоксы, настолько отзывчивы к ранневесенним подкормкам, азотными удобрениями, что их рекомендуют даже подкармливать по снегу. Есть такие методики, однако я подкармливать по снегу все-таки не рекомендую. Несмотря на раннее попадание питания в корневую зону растений и раннее насыщение удобрениями питанием растений, большая часть этих удобрений может смыться талыми водами и по этой причине не будет эффективно использовано. надеяться на то, что у нас будет больше денег, больше зарплаты, больше там еще чего-то. Ну, как бы не хотелось, но, к сожалению, не стоит. Поэтому надо включить рационализацию, особенно сейчас, и использовать те ресурсы, которые у нас есть, очень и очень рационально. Когда же стоит приступать к первым подкормкам? И каких цветов в первую очередь? В первую очередь необходимо подкормить те цветы, которые закладывают цветочные почки, бутоны соцветия цветы на приростах текущего года. Их довольно много, но определить по общему признаку их достаточно легко. Это те цветы, которые цветут ближе ко второй половине лета и осенью. Это флоксы, это дельфиниумы, это хризантемы, это всевозможные многолетние астры, это гелениумы и многие другие цветы, которые радуют нас во второй половине лета, в начале и до середины осени. Вот такие вот цветы, как только сойдет снег и как только земля станет немножечко мягкая, стоит подкормить азотными удобрениями. Какими? В первую очередь предпочтение стоит отдать хорошо разложившемуся навозному компосту, с такому своеобразному гумусу. Но также можно использовать и куриный, например, помет или кроличий помет. Если речь идет о хорошо разопревшем таком разложившемся компосте, то возле кустика цветка стоит сделать небольшую ямку, куда заложить примерно с пол ведра вот этого хорошо разложившегося компоста. И сверху закрыть и утрамбовать той землей, которую мы вынули. Это будет хорошей, длительной, комплексной подкормкой. Возможно и, скорее всего, никаких других подкормок вам и не понадобится. И если речь идет о курином помете, то в этом случае необходимо, как и для минерального удобрения, сделать буквально две луночки небольшие, глубиной 10 сантиметров. Примерно на расстоянии тоже 10 сантиметров от края куста этого, ну вот деленочки, это она уже видна. И, соответственно, туда засыпать примерно чайную ложечку либо куриного помета, либо примерно пол чайной ложечки, но может чуть больше, если куст достаточно крупный, минерального азотного удобрения. Каким минеральным азотным удобрением отдать предпочтение? Наихудшим вариантом являются всевозможные селитры. Наилучшим вариантом являются мочевина, сульфат, аммония и другие аммонийные удобрения. Вы также можете добавить туда, ну, например, аммонизированный суперфосфат, но уже в гораздо большей дозе. В дозе 1 столовая ложка, потому что аммония там довольно-таки мало, а за дополнительную фосфорную подкормку не помешает. Но самое главное для ранневесенней подкормки – это, конечно, азот. И вот когда вы таким образом подкормите свой цветущий сад, вы увидите, насколько красивей, насколько лучше, насколько интенсивней он будет цвести, насколько устойчивее он станет к болезням. Те же флоксы будут меньше болеть мучнистой росой, дельфиниумы будут болеть меньше мучнистой росой, потому что вы не поздно подкормили, а вы в ранние сроки подкормили как раз тогда, когда им это нужно. И давайте использовать цветы, расти цветы только для приятных случаев. Пусть они нам пригодятся, только для красоты и только для радости. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи!